ну здравствуйте и у нас русский продос это уазик по бокам там наклеечки написано с автоматом и меня уже много чуваков на джипах на реальных продосах спрашивали типа как чё за мотор я говорю это тот за мз 409 про отличие там каш много от не про но коробка что самое тут интересно наконец-то появился у вас патриот двухпедальный наш конь кстати сразу хочу сказать то что свет галогенки здесь только дрылы на светодиодах но уже ночью я прокатился и я вам скажу вполне вполне хороший свет и даже там себя то есть свои галогенки он отрабатывает на тот максимум который вообще можно отработать в этот раз наверное мы не будем до снизу вот замерять клиру чтобы как бы показать въедете ли вы в бордюр или нет конечно же нет но единственное тут скажу так слабое место да нет смотри на самом деле передний мост висит ниже чем демпфер рулевой да 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 тут рулевой демпфер конечно он чуть-чуть вибрации отгоняет на руля от руля как бы это все очень стало комфортно но не так как хотелось бы потому что конечно же это до сих пор езда ну такая очень странная при этом рулевая рейка тут коротко 31 полоборота но конечно ты постоянно с этим подруливание вилянием затка сейчас вот мы ехали сюда разогнали до 130 больше на не едет и начал плавно тормозить плана торможу нас вот так вот так вот так вот поэтому наверное с высоких скоростей тут надо останавливаться не останавливаться а притормаживать просто предпускаю педаль газа что тут у нас про ушины отличный уже замарал что мы фотались наверху колесики такие насколько я себе представляю вы не получите я имею ввиду шины потому что это гудрич баха эдишен точнее баха чемпион я вот на таких колесах которые были конечно же поменьше на дастере проскакал россию казахстан китай обратно приехал в казахстан в рамках шелкового пути я был на пресс каре я скажу классные шины сейчас повезло что нет у нас обморожение на трассе потому что в весе как бы вся эта похвала рассыпалась и мы бы тут покатились а так нам сегодня повезло и грязь поместим и на дорогу выйдем 16 это это получается размер у нас тоже нестандартный сейчас я тебе скажу это у нас лтшные шины 245 75 r16 дисочки родные 16 кстати есть и 18 что как бы ну молодец патриот молодец а я же открыл капот смотри как это сделано не хром да вот чё деньга типа black edition такой вот здесь вот такой блестящий рояльный лак оба два газовых упора при этом капот такой достаточно увесистый ну что стоит шумочка что тут вам еще показать ну вот заливная горловина для стеклоомывателя ну не знаю может быть удобно расположен да и пофиг пусть там льется смотрите климат-контроль как все по-русски давай закрываем идем давай замерим сразу ширину салона потому что окно как раз открыто проверю звук на всех случаях пока лезу в карман так давай включаем рулеточку так 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 1492 но это такой показатель конечно не крузак но я вам скажу что тачка вместительная и конечно же как бы типа ну вот эту уазе да он не едет да там автомат наверное то все автомат это бельгийский собираем и как бы во франции в страсбурге по компании панч помните матрицу первую вот там был cadillac cts крутой седан который для тех лет казался просто каким-то сумасшедшим дизайном так вот ту коробку туда ставили и потом ставили на кроссовер srx ступенчатый автомат у него там по моменту она до 450 может раскачиваться здесь у нас 230 насколько так что есть еще куда там стремиться тюнером кто тюнит вас причем забавно знаете у этого уазика у патриота есть прошивка возможность установки прошивки сторонними как бы сервисами и поднятие со 150 стил до 162 на атмосферном моторе на уазике хотелось бы наверное на ней прокатиться но сегодня мы замерим и посмотрим потому что у вас не дает данных по разгону машина как-то реально бодренько идет да там все гремит шумит во первых автомат выполняет практически идеально свою работу особенно мне понравилось ну во первых плавно щелкает ступени да местами где-то в городе не нужно чтобы уходил он там в 3000 оборотов хотелось бы раньше может быть старые мозги может быть так настроили но вот в горах когда мы ехали по уклону тут стоят датчики кренов потому что я видел как коробка не переключалась и начинала просто уходить на той же нише передачи наверно 4 до 5000 оборотов а я при спуске просто не держал тормоз вообще то есть она сама плавно замедлялась это удивительно довольно крепкие пороги на первый взгляд конечно наверняка владельцы патриотов расскажут много нового но вот новый патриот даже если в нем произошло незначительное изменение это всегда но патриот потому что там реально дофига чего докручу поэтому грубо говоря вот если у которого есть патриот на 15 года машина это просто 2005 выпускается вся эта платформа она там симбирес это ведет от 97 года в следующем году вот этой всей истории будет 25 лет поэтому вот новый патриот типа 15 и вот этого 21 года блин это реально разные вещи потому что вот да круче вот где-то там вот эти вот саморезы где неправильно какие-то люфты панели подгонка вот здесь вроде как все нормально а посмотри как бога закрывается колесико здесь причем я такой сажусь как-то с утра и береги вот так смотрю из салона на парковке на колесо и думаю блин угнали скорлупку мою белую она пиш половинка так идет а куртку положу сюда потому что я чуть-чуть подмочили будут постирал этот резиновый коврик есть смотрите шторка роликовая это только в топе а у нас понятное дело то посмотрите какой салон он реально широкие высокие то есть перевести стирали машинку окей перевести даже ну средних размеров в такой более компактный холодильник прям вот просто вертикального ставишь и все поехал вот это все не жалко это потом с этим строитель феном так прошелся все эти царапки все уйдут так что колесо у нас там здесь у нас нет ничего больше при этом вот смотри высокую сумку поставил да нет принцип смотри то есть если что-то высоко будет да и поставишь ты закроешь ее не будет ничего видно фонарик можно доставать но такса рисунки чемоданы вообще окей то есть правильно расположили роликовая шторка давайте покажу одну еще ладно куртку может покажу одну фишечку то есть для кого нужен патриот то есть человек который понимает в автомобилях наверное вот я сотри сиденья сложил а покажешь здесь мы сейчас шумомер сломаем здесь не сломали нет все нормально вот смотри до конца не ложится но перевозить грузы прям грузы наверно сюда надо настелить все таки что-то этот ворс тоже испортится нужно вот почти не нужно нужно смотри идем сюда ну вот не ложится до до конца смотри понимаете да она задевает вот здесь окей сейчас нам что нужно сделать нам надо просто допустим подтянуть переднее сиденье закрылась да но кто здесь сядет я ну реально но экономическая недоработка причем я вам скажу честно вот отсюда как раз если ты отсюда будешь снимать будет видно сиденья офигенные есть на проблема с подогревом передних сидений кстати тут у нас полный фарш поэтому задние сиденья тоже подогрел она так задницу жарить что просто хочется выключить и в куртку вот я вот в этой куртке в жатке бою включать подогрев а то нафиг сгорит но боковая поддержка основательная вот здесь и продлили подушечку то есть и поколением все удобно ну там для я был очень широкого спектра людей ростом там от 160 до 190 надеюсь что по потолку все нормально давай кстати покажу ручки смотри ручки основательные не скрипучие да тут все нормально ну все плотненько для них 4 это же это же русский продос русский продос смотри по центру здесь идет ткань то сейчас попе не холодно когда только машину залез давай закроем вот смотри ну что тут можно возить все что хочешь еще и рейлинги у тебя есть то есть продос короче собрался ты допустим купил в кинсай да чуть выше восточки участок решил дом построить там за год за полтора берешь эту тачку и они жалко и не жалко что-то возить можно прицеп возить какие-то не знаю что там нужно наверно кирпич по это делала привезут но танкин сай допустим дороги ушатаны на нем реально не жалко не колеса не подвеску чуть и мосты все на мостах ты путешествуешь строишь свой дом за год полтора все построил чудо там бампер шатал реально недорого стоит вы смотрите подушка пример подушка двигателя на у вас патриот стоит вот давай чтобы не соврал я сейчас даже покажу фотографию я просто когда забирал машину там по аксессуарке помотался в дилерском центре на желтоксана и посмотрел что стоит ну смотри допустим для машины с механикой цилиндр привода выключения сцепления 2 800 тенге не рублей тенге подушка двигателя передняя 2000 тенге напишите сколько на ваш автомобиль стоит подушка двигателя на мой сузуки с x4 подушка двигателя стоит 25 или 35 не дан объявление видео продают за 42 так что с этой тачкой как бы пусть там все ломается 10 раз да но она все стоит максимально дешево как мне кажется так давай наверное по второму ряду быстро пройдемся эти откроют дверь вот началась у нас грязище вы как раз на русском правда в эту грязище въехали а так что зафиксировали еще раз попробую дай бог с тобой хочешь не закрывайся ты обижусь так 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 смотрите у нас кармашечки давай пройдемся по голове должно быть прям хорошо как я думаю угадал можно еще сантиметры зайдет до подлокотника и подголовника кстати два только заметил короче давай считать от обратного у меня тут 15 их остался один то есть 14 уже отодвинулся я уже отодвинул пардон давайте для экономичности все-таки я сяду сам за собой правильно руль руль кстати регулировка в направлениях у нас и по вылету и по высоте это можно еще чуть-чуть так идеально чуть-чуть вниз вот вниз уже можно сиденье отрегулировать так как у водителя есть регулировка по высоте еще русский правда вот я даже как бы сейчас не трогай там еще мягкость потом у нас есть причем нету значит таких поперечинам которые колени упираются железные бывает такой автомобилях ну что 12 сантиметров шикардос вот ребят смотри у меня отдельное управление здесь вентилятором у меня есть подогрев значит выключено все подогрев правой и левой половинки дефлектор сюда выведены ручки есть центральный подлокотник есть подарок для вас есть от виража это термос с тачскрином узнаете когда температура что посмотреть он к сожалению ребята с брендовкой а нет вот вираж все все я понимаю как бы много будет интересных комментариев но почему стоит купить продоз вместо двадцатилетний там пятнадцатилетний сотки до крузака и почему стоит купить продоз я говорю продоз почему купить конечно же русский продоз они допустим хорошем состоянии 2002 года последний год производства прадик у которой автомат ступени меньше и машина как бы красавица была немолода невеста была немолода и найди еще машину не битую и стоит она практически те же денег вот это 9800 стоит ну скажем так докупил всяких штук будет 10 лямов почему стоит купить патриот вместо вот для меня очень все понятно строишь дом два года полтора года отъездил на этой тачке все там обратно привел в порядок сразу провел антикор потому что рамы мы знаем она уже завода то такая уже начинает обрастать цвести и продал пока она еще на гарантии идеальный вариант вот скажите мне какую большую машину вы возьмете чтобы мотаться и возить какие-то грузы вот я как пример просто взял построить дом до пикап это крайне удобно честно все горы борт пикапа мне там я буду возить нихрена неудобно постоянно боишься охрана груза постоянно там что-то вычищаешь да можно кунг поставить но там знаешь цены то серна на пикап то будут как бы за 10 лямов возьмет что-нибудь что был на автомате на шестиступенчатого мне кажется нет поэтому давайте вот чуть-чуть может поспорим а если стоит эта тачка 9 миллионов семьсот семьдесят если быть точным то надо докупить на нее несколько всяких разных штук во первых ограничители дверей передних и задних потому что вот если показать уж прям предметно то есть проблема с наверное с любой дверью оба как короче у тебя получилось хотел тело незаметно она вот лишь она вот здесь еле какое-то что-то есть но когда под уклоном машина стоит дверь все равно закрывается ограничительно взять я бы замки еще я буду что вот эти истории замками у меня уже дверь два раза и дал этих положения при чем смотри какой прикольный тут чайл блок такой можно палец порезать что надо докупить сюда надо докупить вот такой худик ну как его назвать то воздухоприемник потому что вот сейчас когда дождь идет это все сразу напрямую сюда заходит какие-то маленькие мелочи вот по сигналке все нормально с дверями все нормально где-то все подкрутить то есть кроме того что ты строишь свой дом и хочешь за полтора года закончить стройку продать у вас тебе надо еще в тачке разбираться то есть покопаться в ней может быть всегда и милота но ты должен уметь это делать ну потому что торчать на сервисе постоянно ждать что тебя примут это дом так не построишь быстро а в целом на рынке равных внедорожников что есть за эти то деньги это там 22 по моему до 1000 долларов ничего поэтому отъездить на гарантии и продать закрыв какой-то проект допустим по строительству дома или допустим для людей уже возраста там не знаю 50 плюс до которые могут жить городе и жить на даче и в городе уже ну вот тяжело уже в этом трафике реально ездить на механике вот на автомате или для людей кто из области постоянно ездить в город тоже идеально ну вот по проселку глупость ничего и не будет то есть что будет то там не знает мне кажется что даже мост на у вас стоит ну дешевле чем рычаг допустим на двухсотых рузак ну серьезно прошу садитесь немного философии в этот раз сморис повторить для поворота кстати они там не закрываются вчера пробовал значит сломать боюсь так дверь закрывать дверь чтобы открыть надо прям дергать по-русски давай залазим русский продоз регулировки у всех у нас механические по сиденьям сиденья сказал удобненькие если может быть вы смотрели уже моя самара что он еще не вышел а может уже вышел не знаю посмотрим вам это жопа перчаточный ящик тут вот сюда вывели избежку это все штатно но вот у меня очень хороший толстый шнур заряжается крайне долго то есть напряжение у зарядки конечно надо ставить другое то есть вот эти все доработки лучшая зимки вы здесь уплотнители между дверями чтобы поменьше это все задувало потому что если мы закрываем дверь тут капец чуть ли не в палец поэтому все это докупить как раз вот что вот уже вот-вот-вот что-то болтик это очень двери кстати открывается тоже с усилием и закрывается и открывается наверное будет самое еще забавное это проверить разгон на сотни но перед этим чуть-чуть еще по спойлерим приборочками пришлось руль здоровый и уже тянет влево проверил давление значит скажу машина была на транспортировочно давление то есть откуда она приходит у нас кустаная это нехорошо господа дилеры машину ты здравим надо который журналистов и насколько я знаю в этот автомобиль по заводу там от 1 9 до 2 и 1 атмосфер надо качать здесь было во всех 2 и 9 и что а вы господа журналисты проверяйте и автоблогеры перед тем как машина берете если есть какие-то вопросы то сразу проверить давление он завелась море галанс борт компьютер написано дата 15 ноября да мне пофигу какой ноября сегодня сделайте здесь средний расход топлива потому что хочется знать действительно что ты съедаешь в городе 15 16 литров не будет эта машина экономична до 92 бензин все дела закрывается с таким звуком диоды причем смотри нажимай один раз на аварийку а подожди неправильно сделал нажму и сразу отпущу она три раза делает понимаешь софт сделали таким образом что на одно нажатие она делает три нажатия но при этом чтобы было такие нажатия надо сразу выключить поэтому это абсолютно бессмысленные руль конечно там все в насосе слышно это прям от этого никуда не уйдешь задние стекла очистить может снимать это просто щетка и надо сразу поменять потому что некондиционные передние тоже по моему надо поменять сразу вот что он интересует русский правда русский автомат вас будут бояться все мы типа мы короче автомат перезарядили да и поехал смотри какая коробочка вибрации ничего нет офигенно панч просто это было смотри все есть все не просто балалайка еще навигация есть по моему на навителе пока он себя придет мы доедем так ну что у нас тут переключение заднего привода на постоянный полную потом у нас понижая очка вот здесь у нас блокировка была заднего дифа может быть она в качестве опции переднее сиденье я не включаю это не хочу садницу подморозить причем не нравится варитый парктроник вот допустим я вас здесь нажал уже машину выключил потом включил она все помнит вот на это большое спасибо подогрев руля который кстати греется во всем диапазоне вот это тоже приятно о ну чё сколько 7 минут осталось едем покорять так не будем говорить о том что на этой машине можно о это первый всплеск в дбм по моему такой него конечно замер звука у нас будет не совсем коррект я уже забыл понимаешь у меня уже даже из моторной памяти ушло то что надо сразу дергаться до лужи за щетки настолько мы стали все городскими блин уазик тоже стал городским по рулю конечно это адский ад это надо пережить так же как надо пережить вашу стройку да если вы дом допустим строить возвращаясь к сценарию виртуальному ох тышь диас попросил валихан не нужно попросил мы там с ним болтали я говорю слушает замеряли в этот 140 челлендж на патриоте он говорит нет там тогда ну типа внедорожка была не успели я говорю давай если что я замерю он говорит давай мы сегодня разогнались до 139 дальше не поехал и дело даже не в этом можно было наверное еще и дальше проехать но я чуть-чуть потом взял чуть-чуть она как начала умерять боже упаси не хотелось бы умереть на патриоте так запускаем драги блин надо драги достать она же сейчас будет мокрая ема так в парк переводись о повезло то что дырочка куда мы вставляем слот для зарядки так вот вот все есть среду секционы еще про качество материала говорить не буду все жесткая так вот патриоте надо посмотреть не улетит ли потом куда-нибудь в недра панели моя драги так посмотрим connect bluetooth местоположение блин так долго все делать отключаемся драги собираем спутники подожди нет нам надо вниз разгоняться мы здесь до сутки не успеем пока как раз как раз пока шины почистим у нас догоняет грузовик военные слышите да вот это звук асмр русского prada и я все слышно слышу что я еду автомобили которые находятся в движении потому что я слышу все я слышу как работают все шестеренки вот руль греется тут очень хорошо греть мне нравится прям здесь порядок так она дощать чуть-чуть проехать и не забыть замерить шоу ой до пяти с чем-то крутанула у нее красная зона начинается там на пять с чем-то опять 200 по-моему и я скажу то что слушать это на постоянке ну чуть-чуть страдальчески давай замерю начале шум так как уже разогнались сейчас эти скажу скорость блин надо постоянно его контролить блин сейчас 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 выключить выключить есть машина если по нулям все мир такого не было через четыре здесь пять на обратном пути проедем еще раз замерим и я среднее значение дам так сколько у нас осталось и ты знаешь уже успеем нет нужно успеть надо где-то остановиться и разогнаться а я забыл же на ней нельзя от резко останавливаться вы понимаете мы идем сейчас 80 легкое торможение ух ты чувствуешь этот эффект так по все нормально трассы сзади пусто 0 ну чё господ без пробуксовки сразу надо ровнять ее 70 75 давайте знаете как серию закончим постараемся еще раз одеясу сделать 140 челлендж и вот на той скорости до которой дойдем там остановимся неплохо 15 08 я честно говоря поражен главное не торг надо вообще еще и думаю идти в средней полосе потому что отбойнички близко и для вихляния уаза это нехорошо я не знаю получится ли у нас обогнать трафик давай попробуем слушай тут 90 здесь соточку идешь как будто в космос летаешь посмотрите чтобы ровно ехать ну вот у нее люфт какой то есть постоянное подруливание и ребята честно совет даю вообще никогда не пользуйтесь телефона когда в патриоте едете контроль руля постоянный отвлекаешься чуть-чуть будучи привыкшим к автомобилям уже с ну скажем так скажем так правильно отстроенным гидроусилителем или электроусилителем здесь не так здесь надо постоянно смотреть на дорогу никакого телефона давай диас попробуем сорян если не получится руки вспотели блин вот здесь не надо было тебе переключаться в мануал на самом деле уйти блин походу не получится хотя с горочки сейчас может спустимся на брус красная машина помешала в левый ряд на этой машине я не хочу идти блин не хочу придется сейчас будет с горочки не много трафика за 30 секунд остался физически не разгонится ты чё я вспотел а нравится ли эта дачка безумно взял бы я себе вот только под проект что-то сделать течение года связано с перевозкой каких-то вещей там может быть какой-то бизнес проектик так на этом ездить постоянно конечно же нет но тачка прикольная свои деньги лучшее предложение в сегменте потому что у этого сегмента это толком не осталось что ли за эти деньги купишь до свидания драй без монтажа сегодня у нас вот так экстренно все у вас патриот русский продавц